здравствуйте приветствую вас на канале горячая новость друзья в сети появилось интервью надежды томченко собеседнику интервью это не новое она 14 сентября 2020 года но как мне кажется как мне кажется друзья после вот этих вот ответов на некоторые вопросы возникают новые вопросы к определенной категории граждан я вам сейчас озвучу о чем было это интервью и тут же задам вопросы к этим людям мне кажется это вопросы довольно таки интересные и тревожащие не только меня но и всех вас начнем друзья а спонсор сегодняшнего показа компания призыва нет надоело скрываться от военкомата сторонишься сотрудников полиции в метро и на улице вдруг они вручат повестку не хочется проверять на себе все ужасные слухи о службе что делать ответ 1 обратись за помощью в компанию профессионалов призыва нет призыва нет это юридическая помощь в освобождении от службы в армии на законных основаниях и это не просто слова это семь с половиной тысяч довольных клиентов запишись на консультацию прямо сейчас по ссылке в описании а по этому промо коду ты получишь скидку 2000 в этой компании в этой жизни нужно заниматься тем что тебе нравится а не выполнять глупые приказы хитрого военкома друзья и близкие экс-губернатора хабаровского края стревожены его исчезновением не выйду ведь тревогу говорил он сергей фургал не вышел на встречу с правозащитниками по словам представительницы о н.к. общественной наблюдательной комиссии и у меркачевой ранее с экс-губернатором была договоренность что его не выход будет сигналом о том что что-то не так представитель фургала надежда томченко рассказала собеседнику что и известно на данный момент почему фургал не вышел правозащитник надежда томченко сложно сказать я связывалась с сыном сергея ивановича он также встревожен никто ничего не знает почему он не вышел сделали запрос адвокатом они тоже на данный момент ничего не знают и увидят сергей ивановича не раньше 16 сентября на которое назначено судебное заседание по мере пресечения друзья но теперь мы знаем я вам вчера сообщал что это судебное заседание перенесли на 18 число причина по которой вы принесли это якобы якобы фургал не мог там а знак не успела знакомиться с материалами дела и якобы из-за фургала это дело было перенесено но но у меня тут же возникают вопросы к сыну сергея фургала и к адвокатам сергея фургала как я вам говорил уже раньше вот это интервью от 14 числа и в тот же день 14 числа сын сергея фургала старший сын антон он записал видеообращение в котором он постарался ответить как он сказал на по его мнению по его мнению на острые интересующие всех вопросы но в этих вопросах я не увидел никакой остроты вопросы были следующие передают ли посылки сергея фургала как он себя чувствует ну то есть вот такие вот какие-то усредненные скажем так на мой взгляд не совсем информативные вопросы не совсем были информативные ответы но главный вопрос главное просто который ответил антон фургал это был вопрос посвященный тому почему сергей фургал не вышел к членам унк на что антон фургал ответил что это уже не первый случай что сергей фургал не выходит членом н.к. а в этом нет ничего страшного сказал но также он добавил что ему известно что сергеем фургалом с его отцом все хорошо, у него нет никаких проблем, но в то же время он не озвучил, по какой причине он не вышел. Ну, сказал бы тогда, вот я знаю, да, с папой все хорошо, он был занят, к примеру, там, занимался такими-то делами, действительно, у него не было времени на эти беседы, либо он куда-то вышел, либо еще что-то, то есть, как такового ответа конкретного не было. А сейчас из этого интервью мы видим, что с Антоном Фургалом связывались, и он не знал, знал, что с отцом. Может быть, конечно, какие-то справки он навел и позже, но в чем я крайне-крайне-крайне сомневаюсь, и вы поймете, почему я так думаю из этого интервью дальше. Также, друзья, тут же вопросы возникают и к адвокатам. Как заявила Надежда Томченко, адвокаты тоже не знают, что с ним происходит, и встретятся с ним не раньше 16-го числа, то есть на суде, на судебном заседании, вот на этом, которое должно было происходить. Но, как мы все прекрасно знаем, судебное заседание это было перенесено, но адвокаты нам тоже заявили, что не переживайте, с Сергеем Фургалом все хорошо, у него хорошее настроение, хорошее самочувствие, то есть ничего страшного не произошло, у него все хорошо. Откуда они берут эту информацию, когда они успевают видеться с ним? Ну, я как понимаю, у него же телефонный аппарат там не установлен в камере. Откуда они черпают эту информацию? Позвонить возможности нет, встретиться возможности тоже нет. Откуда эти люди владеют этой информацией и успокаивают всех подряд? Я не хочу сейчас нагонять, конечно, никакую панику, но вопросы возникают сами собой. Ладно, друзья, давайте дальше. Журналист спрашивает. Адвокаты не имеют доступа к Фургалу между судебными заседаниями? Томченко. Нет, как я поняла, они не могут видеться со своими подзащитами в любой момент. Они участвуют в следственных действиях и имеют доступ несколько раз в месяц. Вот я о чем вам говорил. То есть адвокаты не просто физически не могли владеть этой информацией. Может быть, конечно, ввиду того, что отменили судебное заседание, им как-то разрешили с Сергеем Фургалом встретиться. Может быть, я ничего не говорю, но тоже почему-то конкретно от адвокатов конкретики никакой не было. Почему он не вышел? Чем конкретно он был занят? Что случилось? Что произошло? Общие фразы. Ну, лично у меня к этим общим фразам возникают вопросы. Не знаю, как у вас. Журналист спрашивает. Это меньше, чем у других подследственных, как правило? Томченко. Думаю, что да. Ну, имеется в виду встречи. Минус встреч. Количество вот этих встреч меньше или нет? Думаю, что да. Хотя об этих тонкостях судебной системы лучше спрашивать юристов. Журналист. Как, по-вашему, мог Сергей Иванович сейчас подать сигнал, что с ним что-то не так? Томченко. Я знаю про эту договоренность. Ева рассказывала. Почему не вышел? Разные причины могут быть. Может, ему не сказали, кто именно пришел. С Местрюковым была аналогичная ситуация. Он не знал, какой посетитель его спрашивает и тоже не вышел. Может, ему вообще не сообщили. Здесь можно только догадки строить, а мне б не хотелось этого делать. Но если это элемент давления или ему не сообщили о визите правозащитников, Сергей Иванович не тот человек, который будет молчать о нарушении своих прав. Журналист. Что известно об условиях его содержания? Томченко. Почему-то представители ОНК не могут попасть к нему в камеру. Они всегда общаются в комнате для встреч. Это странно, потому что условия содержания главное, что они должны обсуждать и проверять эту информацию. Есть ли у него кровать, умывальник, получает ли он письма и так далее. Но тут они почему-то не могут видеть эту картину своими глазами. Журналист. Но жалоб он не высказывал. Томченко. У нас информация от Сергея Ивановича обрывчатая. В основном с судебных заседаний или редких встреч, когда их разрешают. Например, на последнем судебном заседании по определению меры пресечения он успел сказать, что на него оказывают давление. И после этого журналистов вывели из зала. Открытая часть резко закончилась. То есть надо понимать, что не все ему позволят рассказать. Но я знаю, что те вещи, которые ему родственники передают, он получает. Журналист. А свидание с родными ему сейчас разрешают? Томченко. Я знаю, что сын должен был видеться с ним. Но после последнего заседания возникли какие-то проблемы с этим. То есть после последнего заседания как мы понимаем, что сын не мог с ним никак видеться. Откуда Антон Фургал брал такую информацию, я чувствую, что все хорошо, это 100%. Мне лично не ясно. Сказал бы тогда, да, я виделся с папой или адвокаты сообщили. Ну, я говорю, просто такие размытые ответы, они рождают множество вопросов. Чем больше будет таких размытых ответов, тем больше будет вот таких вот вопросов. А где-то, возможно, даже и спекуляции. Почему тот же Антон Фургал допускает вот эти вот спекуляции адвокаты? Ведь этого не должно быть. Ну, знаешь, какую-то информацию расскажи, которую можно рассказывать. И люди перестанут фантазировать. Как мне кажется, те же власти, те же адвокаты обижаются на людей, говорят, что ну вот спекулируют на показаниях, спекулируют на каких-то, я не знаю, там заявлениях Фургала. Так вы четко предоставляете информацию и половина вот этих спекуляций, вранья там и недобросовестного какого-то использования вот этой информации просто не будет. Есть предположение, что это произошло после того, как Сергей Иванович заявил в зале суда, что на него оказывают давление. Рассказал минимально, что поступают угрозы в отношении его супруги и дочери. После этого начались какие-то бюрократические сложности с организацией свиданий. Но это, друзья, только предположение. Ну, факт остается фактом, я говорю. После этих ответов, друзья, лично у меня возникает масса-масса вопросов. На этом, друзья, у меня все. Я буду продолжать следить за тем, как разворачивается дело Фургала. Всем, кому понравилось видео, ставьте класс и подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, появившиеся на канале. Всем пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok